Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в 60 Seconds. Аптечка. И противогаз здесь. Идеально. Хватай. Противогазик. Дочура, иди сюда. Сынка. Жёнка. Ну-ка, ныряйте. Шашки, топорик, приёмник, всё сюда. Лампа, не начинайте, прошу. Руководство обязательно. Прыгай, братка, прыгай. Нужно приодеться. Ну вот, великолепная семья. Мы готовы. Все добрались до убежища. За секунду до взрыва. Мы еле успели. Здесь уже был провиант. Винтовка. Провиант. У нас много еды и воды. Восемь воды. И пять еды. Это охерительно. К нам кто-то пришёл. Мы немного боимся. Но может это наш новый друг? Или американский солдат? Открыть? Сидим и не рыпаемся. Стук прекратился. Скорее всего, стучавший ушёл. Мы не знаем, кто это был. А узнаем ли когда-нибудь? Дочура, вот сюда пойдёшь. Вот тебе вода. Выручай семью. Водичка пока есть. Лык, 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 курлык. Мы сами о себе позаботимся. Не, я так не думаю. У нас только рукожопые, господа. Опять у Тимми днюха. Книжка? Обойдётся. Аптечка? Тем более. Ты чё, сынка, попутал? На тебе шашки. Сиди, играй. Не хватает половины шашек? Но Тимми это не мешает. Потому что он уже поехал. Мы воняем. Сильно воняем. Воняем дюрьмищем. Нам нужно помыться. Но мыла у нас нет. Нам нужны другие варианты. Но давайте этой хернёй. Я дочуре противогаз не дал. Только не заболей, только не заболей. Спрет насекомых пригодился. И он роскошно пахнет. Время покушать. Грибочки на стене. Давайте поедим. Я так не думаю. Дочура. Нет, ну ты заболела. Гадкая девица. Как так можно? Не так я тебя растил. Мэри вернулась. Посетила обломки нашего дома. Нашла банку с супом. И бутылку с водой. Да ещё и патроны. Умница. Но бацильная. Мы верим в наших отважных солдат. Приёмник в бой. Дочура в норме. Только чумазы, но ничего. Бывает. Противогаз, я помню. Давай, батёк. Спасай семью. Дочура. Хватит нас объедать. Огромные танцующие тараканы. Бейте их книгой. Мы справились. Великолепно. Без батёй так пусто кажется. Нам нужны новости. Базара нет. Радиоактивные осадки почти развеялись. Вот потом жёнушка и пойдёт проверит. Возможно, что-то интересное есть в эфире прямо сейчас. Ну давайте попробуем. Оно взорвётся, да? Нет, целая. Батёк. Как отдохнул, нормально? Подожди. Это чё такое? Ах ты морна грязная. Ты отвернулся из своего путешествия на поверхность в целости и сохранности. Серьёзно? Говна ж ты кусок. Посетил пожарную часть. И там были пожарные. Мы наполнили три бутылки воды. Вау. И ещё нам вручили спре от насекомых. Тюлелин звонит телефон. Кто говорит? Радиоактивный слон. Из Хилл Вейли. Сынишка. Ну-ка пойди. Пойдём вот сюда. Тишина по радио. Ну давайте сделаем чё-нибудь. Наверное сломаем его. О нет. Но мать-перемать. Что ж, мы его поломали. Да кому вообще нужно это радио? Действительно. Жёнушка. Спасай нас. Мэри нужна водичка. Только батя пьёт здесь. Вы чё? Помните? Недавно Мэри Джейн делала вылазку. Со запасами. Она вернулась с небольшой раной. На руке. Она утверждала, что это всего лишь пустяк. Но рана была похожа на чей-то укус. Теперь она выглядит намного хуже. Мы боимся, что там какая-то инфекция. Нужно промыть рану. Игра, ты серьёзно? Я аптечку потратил на неё. Какого лешего? Топор, выручай. Вроде жива. Не болеет. Хорошо. Кур-курлык. Группа выживших. Им нужна помощь. Дадим водички. Мы же добрые ребята. Наши гости такого не ожидали. Они обнимались, улыбались, целовались. Надеемся, у них всё будет хорошо. Мы доедали свой ужин. И пришёл торговец. Ему нужны патроны. А у нас они есть. Наш гость обрадовался. Взамен он дал нам банку супа. Нас кинули, походу. Где жёнушка? К нам пришёл незнакомец. Раньше он был бухгалтером. Предлагают сыграть на две бутылки воды в карты. А давайте. Нет. Мы просрали. Великолепно. Игра. За что ты мучаешь меня? Группа врачей. Им нужна вода. Давайте поможем. Жена вернулась. И воду принесла. Хорош. Кто-то шёл за нами. Нашла две бутылки воды. Мэри, Жень, спокойно, как удав. О! Заметно. Снаружи тихо. Ну, сынка и пойдёт. Почему нет? Мы проснулись от капающего звука. Протекают трубы. Вытекает зелёная жидкость. Она проела стол. И стул. И пол. Ну, давайте пробнём. Только руководство есть. Дочура. Ты чё такая грязная? Ха. Проблема решена. Наше уютное жильё снова чистенькое. А почему Тимми в норме? Интересно. Давайте снова дочура пойдёт. Раз сынка в норме. К нам пришёл в гости мутант. С лишней парой рук. Дадим воды. Как хорошо иметь друзей в этом жестоком и пустом мире. И у сынки истощение. Кто-то следит за нами. Винтовка. Проучи их. Что бы это ни было, оно мертво. Боже. У нас потоп. Охерительно. Спасаем карту. Игра хорош. Имей совесть. Близнецы. Сынишка. Пойди погуляй. Это всё правда. Там есть другие люди. Такие же, как мы. Надеюсь, нас спасут. Тормози вылазка. А где моя дочка? Э. Вот это жопушка. Давай, сынишка. Выручай. Вот мы вдвоём. Давай там это, шуры-муры, абажуры. Нет? Я истощена. Ах ты, курва. Ну и ладно. Я буду с мошкой дружить. Карта упала со стены. Опять. Может там еда? Покушать-то? Там был сейф и карты. Великолепно. Прямо шишка встаёт. Это просто безумие. Везде пауки. Мы находим их в нашем супе и в нашей воде. Так больше жить нельзя. Пора объявить паукам войну. Бейте их книгой. Во время охоты мы нашли банку супа. Бывает же такое совпадение? Нам всё труднее дышать. Что-то не так с вентиляцией. Руководство. Вручай. Нет, батя жабой стал. А у сынки ветрянка. Руководство не помогло. На нас напал целый рой злых насекомых мутантов. О боже, опять. Ну хотя бы не комары. Вернулся Тиме. Принёс две еды и две воды. И противогаз, и радио. Ни хера себе, сынка, ты чё? Совсем поехал, что ли? Блин, две бациллы. Что делать, а? Припасы есть, но как их вылечить? Военные опять вещают по радио. Нужен фонарик? Для самолёта. Конечно. В этот раз хотя бы он есть. Ну-ка светим. Мы уверены, что пилот нас увидел. Это хорошо. Жёнушка, выручай. Давай же, Долорес. Будь нормальной бабой. К нам пришли близнецы. Им нужна карта. Без вопросов. Кто же доченьку съела? Злобное рычание. Блинчик, братка. А где аптечка? Эх, жёнушка. Мы увидели собаку. Долорес вернулась. Она посетила бар. Там была банка супа. Слабовато, жена, слабовато. И ты её съешь, да, сама? Вылазка. Да он не вернётся, если вылазку сделаем. Пока сидим. Тишина убивает нас. Приёмник. Спасай. Дядя Брайан и его фотки. Давайте позырим. Вот это да. Какой горячий был мужик. Царапанье по люку. Блинчик. Братка, кушай. Но аптечки у нас нет. Что же делать, а? Очередное сообщение военных. Сдайте оружие. Братишки, без вопросов. Мы выбросили оружие. Это было нелёгкое решение. Дожить бы, эх, дожить бы. Боже, ну спасите же нас. Новенькое что-то. Близнецы сказали, что лагерь уже достроен. Только одна проблема осталась. Огромное гнездо тараканов-мутантов. Спрей. Выручай, братишек. День 50. Нет, батёк. А сынка где? Долорес. Мы с тобой впервые так остались. Не переживай. Я лучше Теда. Тед был болен слишком долго и сильно ослаб. Он покинул этот мир во сне. Тимми был очень болен. Он покинул нас навсегда. Малолетняя тварь. Какие-то звуки снизу. Проверим? Не надо. Ну что такое, Долорес? Нет. Не бросай меня одного здесь. У меня крыша поехала. Надо врача вызывать. Жажда, сумасшествие, усталость, истощение. Но у тебя букет. Да это же блинчик. Давайте сходим. О боже. Сумасшедшая Долорес и собака. И мы ещё вернулись. Мы нашли три банки супа. Ну же, спасите нас. Ну ты чё, мать, приди в себя. Торговец. Меняем фонарик. На пороге чемодан. Откроем? Не надо. У нас запасы есть. Нам нужны медикаменты. Давайте их сделаем из спрей для насекомых. Давайте пробнём. Ну же. Аптечка. Мы блинчика спасём. Долорес чувствует себя нормально. Ну ладно. Хорошо. От армии снова сообщение. Но мы не можем выйти. Дюрьмище. Долорес. Успокойся, пожалуйста. Долорес отдохнула. Это радует. Разговоры снаружи. Боже. Нет, нет, нет. Блинчик приполз обратно. Он тяжело ранен. Бедняжку подстрелил какой-то изверг. Мы должны ему помочь. Немедленно. Братка, мы спасём тебя. Наконец, блинчик. Братка. Я так по тебе скучал. И Долорес пришла в норму. Можно шапку менять. Даже на трупе. Долорес. Я думаю, самое время приодеться. У нас всё круто. Было нелегко. Но у нас получилось. Перевязать блинчик ураны. На этот раз мы никуда его не отпустим. Вы знаете, что такое любовь? Мы знаем это наверняка. Это то, как мы любим нашу собаку. О, блинчик, брат. Странные звуки снаружи. Шашки, помогайте. Блинчик, давай сыграем. Да боже. Ну как же так, а? Блинчик, укуси её. Мы проснулись под звуки стука в двери. Точнее, создавалось впечатление, что нашу дверь хотят выбить. Может так оно и есть? Ну что, откроем? А давайте это сделаем. Ну же. Конец. Близнецы пришли. И мы впервые блинчика спасли. Боже, как же это приятно. Мы были в восторге, когда сегодня получили официальное приглашение в новый лагерь наших друзей. Близнецы сказали, что они нам безгранично благодарны за помощь. И что без нас у них бы ничего не получилось. Они утверждают, что построили для нас отдельный дом. Там есть вся мебель и даже немного запасов специально для нас. И что все семьи с нетерпением ждут с нами встречи. Неужели нас опять будут окружать люди? Может наши дела не так уж плохи? Мы уже не можем дождаться начала нашей новой мирной, нормальной жизни. Прощай, убежище. Ты была нашим домом долгое время. Но сегодня пришло время начать новый этап в жизни и сделать шаг навстречу светлому будущему. Мы провели 60 дней в убежище. Новое начало. Мы это сделали. Еще и с блинчиком. Это великолепно. Вы выжили. Ух ты. Добавили новую статистику. Прожито 59 дней. Выпито воды 12. Девять супа съедено. Защита убежища 0. Как нам повезло. Решение положительное 4. Отрицательное 4. Успешные экспедиции. 7 из 8. Добытые предметы в ходе экспедиции 16. Ништяк. Боже, я так счастлив, что мы спасли блинчика. Это было роскошно. А пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова